Добрый вечер. Новости четверга на Тагил-ТВ в студии Никита Трубчининов. Смотрите сегодня в выпуске. Появится ли на набережной гостинице и двухэтажное кафе у цирка? Строительство двух новых объектов обсуждали сегодня на градостроительном совете. Воплотится ли проект в металле и стекле? Молодые тагильские ученые и гости из зарубежья собрались сегодня в Уральском государственно-экономическом университете. Там первый день научно-практической конференции, что обсуждали и над чем работали. Всемирный день телевидения сегодня. Какое отношение имеют к нему воспитанники 157-го детского сада? Гостиница и двухэтажное кафе могут в скором времени появиться на набережной Тагильского пруда. Проекты двух зданий представили сегодня сотрудники строительных фирм на градостроительном совете. Понравились ли они мэру и воплотятся ли в стекле и металле? Анна Хабарова продолжит. Вот так будет выглядеть новая гостиница на берегу Тагильского пруда. Проект сегодня представили всем членам градостроительного совета. Он был доработан с учетом требований, озвученных на прошлом заседании. Изменения внесены в ранее представляемый вам проект в связи с уточнением высотных отметок. То есть в этом проекте учтены изменения, связанные с рельефом местности и с пожеланиями Андрея Владимировича Солдаса. 130 номеров, включая президентский и подземная парковка на 39 машин. Отели сети «Парк Ин» есть по всему миру. Будет и в Нижнем Тагиле. Проект гостиницы с существенными изменениями одобрили. Теперь нужно думать о благоустройстве подъездов к отелю и пешеходных зонах. На следующей неделе инвестор ООО «УБТ-отель» должен представить главе города полный график выполнения работ. В феврале застройщик планирует приступить к строительству. Последний срок сдачи гостиницы отметил глава города не позднее мая 2015-го. Здесь будет чемпионат мира по танковому биатлону на полигоне Старатик. И уже к этому времени гостиницу должна будет принять. Поэтому отчитайте все обратно. Оставят ли на набережной зону для купания, пока неизвестно. Еще одним проектом, который получил одобрение градостроительного совета, стал вариант постройки кафе около цирка. Он был также утвержден после устранения недочетов с прошлого заседания. Двухэтажное здание общепита рассчитано на сотню человек и включает 20 парковочных мест. Единственным вопросом, над которым предстоит совместно думать управлению архитектурой и застройщику – благоустройство территории вокруг кафе. И задача-то моя, как архитектора, сейчас стояла именно, скажем, даже очень интересно, не показать больше фасады, как спрятать это здание, чтобы открыть, то есть цирк, и чтобы старая существующая градостроительная ситуация, как бы она оставалась прежней. Следующее заседание градостроительного совета решено провести до конца текущего года. Анна Хабарова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Получит ли 64-я школа новый стадион? Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании постоянной комиссии Городской думы по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму. Фундамент уже заложили, выделили деньги из городской казны. Основную же часть – искусственное покрытие. Город и область договорились взять в складчину. Но документы зависли в Министерстве строительства. На сегодняшний день с их стороны данная заявка не подписана в связи с возможным сегрестированием бюджета. По данному вопросу мы подключили представителя ЗАГС Собрания Погодина. И, насколько я знаю, данный вопрос сейчас решается. Контракт на поставку и монтаж искусственного поля заключен. В случае, если областные деньги не будут выделены, его придется разорвать. Тогда подготовительные работы этого года окажутся выполненными зря. Более приемлемый вариант – финансирование из бюджета города. Цена вопроса – 10 миллионов рублей. Депутаты обратили внимание на то, что поля с искусственным покрытием, строящиеся в школах, никто не обслуживает. Без должного ухода они приходят в негодность. В бюджете будущего года на эти цели предложили выделить средства. Наука и бизнес на одной сцене в Уральском государственном экономическом университете прошло открытие научно-практической конференции. Принимали участие как молодые ученые и студенты нашего города, так и гости из зарубежья. Что привлекает иностранных профессоров в нашем городе, расскажет Анна Хабарова. В совершенстве владеет тремя языками, а теперь изучает экономику разных стран. Анна Белоусова закончила в этом году лингвистическую 32-ю и поступила в Ургеу на специальность национальная экономика. Группу очников на этот факультет университет набрал впервые. В учебную жизнь Аня влилась быстро. Сегодня на конференции защищает свой доклад о тагильских промыслах. Я считаю, что эта тема очень актуальна в наши дни, так как наши подносы очень популярны, но сейчас такое время, что продажа их пошла на спад, но нам нужно как-то развивать его. Поэтому я выбрала эту тему. Время, проведенное в музее, не прошло даром. Таких увлеченных своим предметом студентов и замечают гости из-за рубежа. Профессор университета из Словакии Ян Подгорский с экономическим университетом сотрудничает давно. Получается даже организовывать недельные обмены студентами. Очень интересно, чтобы студенты узнали новую культуру. Это значит, что уже несколько групп Екатеринбургских заехал в Словакию, чтобы им показали жизнь на предприятиях и тоже, чтобы обучались и продолжали в курсе оценки. В этом году экономический университет отмечает свое 15-летие. За это время выпустили свыше десятка тысяч молодых специалистов. Заместитель директора отмечает, никто из выпускников на бирже труда не стоит. Мы подошли с высоким научным потенциалом. Это высокий уровень остепененности профессорско-преподавательского состава. Это высокий уровень публикации, защитившей диссертации, апробации своих научных идей. Поэтому в этом году, несмотря на то, что конференция молодых ученых и студентов, у нас есть о чем сказать. Говорить будут и дальше. Завтра в Ульгео проведут семинар и подведут итоги экономической конференции. Анна Хабарова, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. В Педакадемии сегодня обсуждали местную власть. В ВУЗе прошла научно-практическая конференция. Приурочили ее сразу к двум датам. 20 лет назад приняли Конституцию, 10 закон об общих принципах организации местного самоуправления. Мне бы хотелось пожелать всем нам плодотворной работы, чтобы все-таки каждая для себя умерла что-то новое и интересное. Но и мне бы хотелось, чтобы все-таки именно от людей исходили какие-то новые идеи. Люди, те, которые живут, ходят по нашим улицам, они немножко видят, скажем так, с другой точки зрения, как это видит тот же самый чиновник. В библиотеке Академии специальной конференции открыли выставку. Из архивов достали документы, которые относятся к выборам в местные органы власти. Всемирный день отказа от курения сегодня. Дата, надо сказать, в нашем городе год от года проходящая незаметно. Ни громких акций, ни социальной рекламы. Обратить внимание на проблему решил наш корреспондент Александр Мешков. Пообщался с врачами, изучил поправки к закону об ограничении курения. И сам завязал с пагубной привычкой. Держится ли мой коллега? Он опаздывает на работу, но находит пять минут, чтобы добежать до киоска. На работе стресс, нужен допинг. Снег, пожалуйста, вот тут нужно. Раньше он выбрал бы сигареты, теперь в его карманах одни шоколадки. Теперь Александр старается подальше держаться от курильщиков на улице. Он не привереда, курил пять лет, но 21 день назад бросил. Это число откуда оно? 21 день я в интернете вычислила, что время получения или избавления от привычки. Чувствую. Может быть, да, немного. Я ожидал, что будет, честно говоря, что вообще сразу будет бодрость, какая-то энергия. Такого нет, но немного полегче, может быть, как-то дышится. Перестать курить люди пробуют по-разному. На земле придумали даже два спецпраздника, когда можно начать жить без сигарет. 80% жителей, уверяют, врачи могут сделать это с легкостью и самостоятельно. А вот остальной части без помощи врачей не обойтись. У них зависимость физическая. Основным является искреннее желание, потому что, анализируя данные среди курящих, действительно, 85-90% курящих желают бросить курить. Но это желание мимолетное, оно не настолько глубокое. Если бы это произошло само собой, без приложения усилий, я думаю, что действительно люди бросили бы курить. Подсчитать курильщиков сложно, но социологи попробовали. Оказалось, что в России расслабиться в сигаретном дыму предпочитает каждая десятая женщина. Компаниям составляют 50% мужчин. Я сам курил 35 лет и в конце концов бросил. И вот уже лет, наверное, 5-6 не курю. А как так? Ага, вот так вот. Когда очень хочется, всегда можно добиться. Но это очень тяжело. Как? Силы воли надо иметь. Я сделал так. Понял, что пахнет от меня, как от козла. Спад лег, бросил и больше не курил. А между тем, правительство против вредной привычки борется, ужесточает законы. Например, за курение на детской площадке можно лишиться от 2 до 3 тысяч рублей. За предложение покурить несовершеннолетним от 1 до 2 тысяч. Но самое главное наказание предупреждают врачи не деньги. Каждый год сигареты убивают порядка миллиона россиян. Елена Терехова, Александр Штраух, Игорь Харьков, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Сегодня еще один всемирный праздник – День телевидения. Его по праву празднуют воспитанники 157-го детского сада. Уже два года там существует самая настоящая телестудия – «Колокольчик». С дикторами, корреспондентами и видеоинженерами. Есть в штате даже несколько гримеров. Где выходит детское ТВ и откуда вообще оно взялось в детском садике? В гостях у коллег побывал Александр Мешков. Гримеры детского телевидения «Колокольчик» Оля Дорофеева и Даша Курочкина готовят ведущих к эфиру. Девочки признаются, что очень любят делать прически. Бывает, помогают в этом своим мамам. Так что опыт у них есть. Сейчас подрассчешем косички. Сейчас подправим челочку. Красивые прически готовы. Пора тренировать речь. Логопед Наталья Толстова помогает ведущим говорить красиво и четко. Во время игр в телевидении, уверяет она, дети гораздо старательнее выполняют упражнения. У нас сейчас все вместе. Скоро мы все скороговорим. Вы скороговорим. Полина Фувачева и Аня Ивашина сегодня впервые в роли ведущих. В 157 детском саду работает уже второе поколение телевизионщиков. Дети, которые делали новости в прошлом году, уже выпустились. Добрый день. В эфире телевидение «Колокольчик» детского сада номер 157 «Мадоу Радость». И с вами ведущие Ивашина Анна и Фувачева Полина. Самое трудное в их работе, признаются маленькие ведущие, выучить весь текст наизусть. Суфлера здесь пока нет. Они дают анонс самых важных новостей детского сада, ближайших праздников. Телестудия появилась здесь благодаря спонсорам. Они подарили камеры, микрофоны и другое оборудование. Когда студийные съемки закончены, за дело берутся журналист и оператор. Отправляются на место событий. В нашем детском саду постоянно чувствуется праздничная атмосфера. Чем же сейчас занимаются малыши? Занимаются малыши тем, что готовятся к празднику. Совсем скоро день матери. В изо-студии юная журналистка Юлия Рядько учится брать интервью. Как тебя зовут? По имя. Что ты делаешь? Подал я маме. Готовые смонтированные передачи выходят раз в квартал. Особенно любят их смотреть на родительских собраниях. Воспитатели стараются задействовать на телевидении как можно больше детей. На данный момент, допустим, Полина была, Анна была тележурналистами. На следующий раз у нас, может быть, попробует Юля, попробует Даша. Чтобы они сумели раскрыться, были уверенными, смогли научиться брать интервью. У них развитие было связано речи. Конечно, не все сотрудники детского телевидения пойдут работать в СМИ, но этот опыт им непременно пригодится. Александр Мешков, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. За кубок Александра Попова поборются пловцы «Спутника». Финал всероссийского соревнования пройдет в Екатеринбурге 5 и 6 декабря. Тагильский клуб «Спутник» представит сразу двух 15-летних спортсменов. Это Максим Калясов и Ярослав Круть. Ребята стали лучшими на первенстве Сверхловской области по плаванию, которая являлась отборочным этапом в финал. В начале ноября на первенстве в Ревде выступали представители 25 городов со всей области. Всего в соревнованиях приняли участие 180 спортсменов. «Спутник» представляли 9 участников. Максим Калясов завоевал 4 золотых медали на дистанциях 100, 200 и 400 метров вольным стилем, а также оказался быстрее всех в заплыве на 100 метров на спине. Ярослав Круть добавил в копилку клуба три серебряных медали и одну бронзовую. На дистанциях 50, 100 и 200 метров вбрасом спортсмен финишировал вторым. 100 метров вольным стилем принесли пловцу третье место. Александр Попов – легендарный российский пловец, уроженец города Лесной Свердловской области. Попов – четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21 раз он выигрывал чемпионат Европы. Старый Соболь продолжает бороться за лидерство в дивизионе. Тагильчане смогут поболеть за своих в матче между Соболями и Нефтехимиком. В четверг и пятницу на своей площадке баскетболисты Нижнего Тагила проведут очередные матчи чемпионата России по баскетболу против Тобольской команды. Как напоминает пресс-служба Старого Соболя, в рамках Кубка России тагильчане нанесли поражение сибирикам. А вот в таблице регулярного чемпионата Нефтехимик опережает Соболей на одну победу, находясь на первой строчке. Матчи за лидерство начнутся в 18.00. Алексей Алексеев, Александр Сальников, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ.